Пришло время перестать бояться и поговорить о по-настоящему серьезных вещах. Когда у меня спрашивают, что меня больше всего мотивирует в жизни не сдаваться и идти вперед, несмотря на какие-либо трудности, я уверенно отвечаю – смерть. Несмотря на некий негативный общепринятый оттенок данного явления, я каждый день думаю о смерти, а точнее о том, что идет за ней. Помню прекрасную фразу Петра Мамонова. Мне интересно, что я буду делать в четверг, если умру во вторник? Хороший вопрос. Существует ли она жизнь после смерти или нет? Около 80% людей верят в то, что жизнь после смерти существует. Около 20% людей, соответственно, в это не верят. Я знаю людей, утверждающих, что они пережили клиническую смерть, и там они ничего не видели. Они не видели даже темноту. Их просто не было. Их оппоненты – люди, видевшие тоннель и свет в конце, родных и близких, также прошедшие через клиническую смерть, не обращают внимания на подобные высказывания. Ведь они утверждают, что оказались в еще большей реальности, чем были. Теорий того, что нас ждет после смерти, нашу душу, наше сознание становится все больше. А ученые, говорящие об этом, все авторитетнее. Ну что ж, сегодня мы обсудим и представим топ-5 доказательств и теорий того, что жизнь после смерти существует. Рад приветствовать вас, друзья, на канале Нулевой Пациент. Если вы смотрите это видео, вы и есть настоящее сопротивление невежеству, которое нам навязывается. Очень прошу подписаться на канал, поставить лайк под видео, а также нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Ну что ж, приступим. Начнем мы с двух светил мировой науки. Не каких-то профанов, любителей всего паранормального и фанатов эзотерики, а с ученых, которых бы и рада высмеять современная академическая наука, но из-за их величины она просто не может этого сделать. Номер один – это, конечно же, Роберт Ланца, ученый, генетик, первый клонировавший эмбрион человека, попавший в свое время в список 100 самых влиятельных людей на планете по версии журнала Time. Номер два – лауреат Нобелевской премии, ученый, физик и математик Роджер Пенроуз. Несмотря на то, что эти два ученых трудятся в совершенно разных науках, они вдруг заговорили примерно об одном и том же. Роберт Ланца высказал мнение, что реальность, пространство и время – побочные продукты деятельности сознания, то есть физическая оболочка и, соответственно, смерть, как прекращение функционирования этой оболочки – лишь побочные продукты сознания, как и все вокруг. А сознание, то есть мышление, понимание, что ты существуешь – бесконечно. Эта теория называется теорией биоцентризма, и ее поддерживают как некую точку опоры для развития дальнейшей науки многие авторитетные ученые. Роджер Пенроуз говорит примерно то же самое и предполагает, что сознание, как информация, содержится в микротрубках, заключенных в нейронах – клетках мозга. После смерти тела эта квантовая информация покидает тело через эти трубки. Вот вам и тоннель, и свет в конце тоннеля. Далее, давайте поймем причину, по которой многие ученые озаботились таким понятием, как сознание и вечность его существования. Многие физики, астрономы и математики вдруг в последние пару десятилетий стали становиться эзотериками, по той причине, что сознание стало мощным фактором определения реальности на уровне субатомных частиц, а именно электронов. Все знают о эксперименте Юнга с двумя щелями. Смотришь на электрон – он частица, не смотришь на него – он волна. Если кто-то скажет вам, что в этой вселенной есть материя – не верьте им. Самая маленькая частичка материи – электрон на 99,9999 сколько-то там чего-то там – состоит из энергии. Все, что в нем есть материального, возникает за счет наблюдателя, то есть сознания. То есть вся та материя, все эти просторы и красоты во вселенной существуют только потому, что изначально их создало сознание или, скажем так, определило, измерило. Время – свойство устаревания материи или преобразования энергии. Существующее без этого сознание, то есть эссенция жизни, она бесконечна. А значит, у сознания смерти нет. Так утверждают современные гении, ученые Ланца и Пенроуз. Их теории и аргументы занимают уверенное пятое место в списке пяти самых убедительных доказательств жизни после смерти. А мы идем дальше. Вот так звучит белый шум. А вот так якобы звучат голоса людей, умерших, которые стараются с нами связаться сквозь аудио и радиопомехи. Удивительно. Интригует и даже вызывает желание самому попробовать что-то записать. Существует понятие «феномен электронного голоса». Это когда вдруг сквозь помехи и шум, если производить запись на сверхчувствительной аппаратуре, потом можно услышать голоса людей, их слова и даже полноценную речь. Вот что говорил об этом явлении великий и ужасный Томас Эдисон. 30 октября 1920 года в очередном выпуске научного журнала Scientific American он опубликовал следующее. Если личность или то, что мы называем душой, продолжает жить после смерти, то естественно предположить, что она хотела бы общаться с теми, кого оставила здесь-то землей. Я думаю, что можно создать инструмент, который запишет потусторонние послания. Коллеги Томаса Эдисона после смерти великого изобретателя утверждали, что ему удалось все-таки создать прибор, который он назвал некрограф, с помощью которого он записывал голоса умерших. В 1973 году изобретатели из США Джордж Мик и Уильям О'Нил создали устройство, получившее название «Спирик». Они утверждали, что при помощи «Спирика» им удалось наладить контакт с недавно умершим ученым из НАСА. Больше всего из всей информации, которую можно найти по этому вопросу, меня привлекла следующая. Психолог из Латвии Константин Руев, некогда считавший феномен электронного голоса бредом, провел в 1971 году удивительнейший эксперимент. В акустической лаборатории, которая была полностью экранирована от любых возможных электроволновых помех и внешних шумов, Радиев в течение 18 минут просто разговаривал с тишиной и пустотой. Во время записи присутствующие никаких голосов и шумов не замечали. После того, как запись прослушали, оказалось, что на ней можно разобрать более сотни голосов. Несмотря на большое желание спекулировать на этой теме и придать ей некую окраску страха и ужаса, люди, занимающиеся данным вопросом, говорят, что ничего жуткого они не слышали. В большинстве случаев голоса, звучащие сквозь белый шум, это голоса родных, желающих поговорить с теми, кто остался здесь в материальном мире. Нам как бы говорят, мы скучаем, мы существуем, мы любим вас. Самое главное в феномене электронного голоса это не то, что мы его обнаружили, и не то, что мы можем уловить и прослушать некие слова с того света. Самое важное, что там тоже есть какая-то жизнь, и умершие, видимо, стремятся поговорить с нами, так же, как и мы с ними. Там есть эмоции и стремления, а значит, жизнь просто немного иная. Феномен электронного голоса и умершие, которые пытаются поговорить с нами, четвертое место, а мы движемся дальше. У каждого из нас есть свои авторитеты. Кого-то из них знает весь мир, кого-то знаете только вы лично. Карл Густав Юнг был отличным психологом до того, как стал мистиком. Это слова Зигмунда Фрейда. Карл Густав Юнг – швейцарский психиатр и педагог, основоположник одного из направлений глубинной психологии – аналитической психологии. Человек, который, в принципе, практически проник в такое понятие, как бессознательное, в том числе и коллективное бессознательное. Слово психо в переводе с греческого означает душа, а мы тут вообще-то о загробной жизни говорим и о бессмертии души – сознания. Едва ли кто-то разбирается в таком понятии, как душа, лучше, чем те, кто стояли у истоков науки, не боясь задавать смелые вопросы и ставить эксперименты. Самым интересным, мне кажется, то, что Карл Густав Юнг – величайший, авторитетнейший ученый побывал там. Да-да, он пережил опыт смерти. Вернулся к нам, теперь ученый и врач, знающий все о реакциях организма на различные внешние и внутренние воздействия, может нам, опираясь на свой опыт и свое имя, смело сказать, что такое смерть. Давайте послушаем этого умного человека. «В начале 1944 года я сломал ногу, после чего со мной случился инфаркт. Когда я лежал без сознания в бреду, у меня появились видения. Вероятно, это началось, когда я был на грани смерти. Мне давали кислород и водили камфору. Картины были столь ужасающими, что мне уже казалось, я умираю. Сиделка позже рассказала мне, вы были как будто бы окружены светом. Подобные явления иногда наблюдаются у умирающих. В некотором одолении я увидел огромный темный камень. Похоже, метеорит размером с дом, а может и больше. Как и я, он парил в космосе. Подобные камни мне доводилось видеть на побережье Бенгальского залива. Это был темный гранит, который используется при строительстве храмов. Мой камень и представлял такой гранитный блок. В нем был вход, который ввел в маленькую прихожую. Справа от входа на каменной скамье сидел в поезде лотоса черный индус, одетый во все белое. Он сидел совершенно неподвижно, я ожидал меня. К нему вели две ступеньки. Слева на внутренней стене виднелись храмовые ворота, окруженные множеством крошечных отверстий углублений. Отверстия были заполнены кокосовым маслом, и в каждом стоял горящий фитиль. Такое я уже видел в действительности, в храме Святого Зуба, в Канде, Цейлон. Дверь в храм была окружена несколькими рядами масляных ламп. Когда я подошел к ступенькам, то испытал странные чувства, что все происходившее со мной прежде, все это сброшено. Все, что я намечал сделать. Чего желал я, о чем думал. Вся эта фантасмагория земного существования вдруг спала или была сорвана. Вполне очевидно, существование таких явлений, они существовали всегда. Эти факты показывают, что психика, хотя бы частично, не зависит от подобных ограничений. А что тогда? Если психика не обязана существовать, ограниченной пространством и временем. И очевидно, что так и есть. И вот о галлюцинациях и остаточных явлениях активности мозга вякают те, кто не пережил этого опыта. Каждый мнит себя стратегом, наблюдая бой со стороны. Для меня слова и умозаключения таких людей трусливых, часто примитивных, ничего не значат. А вот слова Карла Густафа Юнга, великого ученого, отца глубинной психологии, вылечивший сотни тысяч пациентов, это практически стопроцентный пруф. Но, как я и сказал в начале, у каждого свои авторитеты. И кто-то предпочитает верить тем, кто и близко не подобрался и не пережил опыт, через который прошли огромное количество людей, вернувшихся с того света. Это фантастический Карл Густаф Юнг и пережитый ему опыт клинической смерти, а также его выводы, третье место в списке доказательств жизни после смерти. Вы должны знать, дорогие зрители, что до 1976 года у переживших клиническую смерть людей, те, кто переживал опыт выхода из тела, не было никаких тоннелей и подъемов по ним. Кого-то забирали ангелы, кого-то черти, у кого-то сразу был полет над облаками. То, что люди видели после физической смерти, в основном зависело от культуры и религии, которой причислял себя человек. А потом на мировой арене появился негодник и написанная им книга. В 1976 году Реймонд Моуди написал книгу, которая называется «Жизнь после жизни». В этой книге врач-психиатр Реймонд Моуди приводит свидетельства сотен людей, собранные за много лет, тех, кто пережил опыт клинической смерти. И практически все они описывают одинаковые события после того, как наступила смерть. Они дословно помнят слова докторов, пытающихся их реанимировать. Помнят состояние легкости и нежелания возвращаться обратно в тяжелое, неуклюжее тело. Они помнят тоннель, в конце которого сияет яркий свет, который не слепит. Они летят по этому тоннелю и ощущают умиротворение и любовь. Где-то вдалеке им начинают видеться родные, которых они некогда потеряли. После выхода этой книги огромное количество людей рассказывали, что во время клинической смерти они пережили подобный опыт. Верю ли я людям и тому, что было написано в книге «Жизнь после жизни»? Тому, что писали люди у меня в комментариях. Да, я верю. Верю ли тем, кто пишет, что ничего не видел в состоянии клинической смерти? Да, тоже верю. И вот почему. Один знаменитый анестезиолог в интервью BBC говорил, что он не может понять, что конкретно во время наркоза отключается. Если он отключает сознание, то что это конкретно, где оно находится и куда оно девается? Итак, вы не поверите, но в человеческом мозге есть место, зовущееся оградой. И это самая загадочная и неизученная структура у вас в голове. Вот что о ней говорит великий Фрэнсис Крик, который открыл ДНК. Я думаю, что секрет сознания заключается в ограде мозга, не так ли? Иначе зачем эта крошечная структура подключена к столь многим структурам мозга? Электростимуляция этой структуры в мозгу отключает и включает сознание, как будто при использовании переключателя. То есть организм идет на вегетативных базовых настройках, но сознания в нем нет. Простимулировали эту ограду и человек включился. Если вы ничего не видели в состоянии клинической смерти, значит в случае травмы эта ограда отключила сознание, но оно еще не покинуло тело. Вот и все. Но это не значит, что огромное количество людей, переживших опыт покидания тела, врут. Книга Раймонда Моудя, точнее тысячи свидетельств людей, переживших смерть и вернувшихся в тело второе место. И как по мне достаточно серьезный аргумент, хотя бы задуматься и предположить, если ты сам этого не пережил, может там что-то есть? Наконец-то мы добрались до первого места. А еще хочу поблагодарить всех тех, кто покупает мои книги и призываю вас их тоже покупать. Это самая лучшая поддержка для канала, благодаря тому, что вы покупаете книги. Я как раз купил новый свет и уже буквально в следующих видео вы увидите этот свет. Переходите по ссылкам в описании, пишите мне на почту и заказывайте мои книги. В комментариях под одним из моих недавних видео один человек написал следующее. Петр, у вас много взрослых возрастных зрителей. Сделайте видео о жизни после смерти. Многие из них уже задаются этим вопросом. Ну что ж, этот ролик не попытка дать людям надежду, не попытка избавить себя или вас от страха, что нас когда-то не будет. Нет. Это желание сказать вам правду. И в этой правде самым большим доказательством будет не теория или факт, предоставленный неким великим ученым, не выводы, которые можно сделать по совокупности всех намеков и результатов исследований, а прежде всего нечто, что пережили именно вы. Лично я столкнулся с железнобетонными фактами, и вопрос жизни после смерти для меня решен. У меня нет каких-то сомнений, и я не жду доказательств от умных людей и науки. И вот почему. В одном из роликов я уже рассказывал эту историю, но сейчас я расскажу ее более открыто и развернуто. Реймонд Мобди, который написал мировой бестселлер «Жизнь после жизни», написал и менее известную книгу «Жизнь до жизни». А в ней я написал опыт регрессивного гипноза, когда люди вспоминали опыт прошлых жизней. Следует сказать, что регрессивный гипноз, и как и вообще гипноз, из-за многочисленных телешоу и прочих аферистов, занимающихся ченнелингом, очень себя дискредитировал. Но один из отцов нейрофизиологии и психиатрии, великий Владимир Бехтерев, с вами не согласится. Есть очень мощные дипломированные специалисты, умеющие делать невероятные вещи. Моя мама была у такого специалиста, и я видел то, как проводится подобный регрессивный, глубочайший гипноз, когда тело человека практически парализовано, и его нет в этом теле, он в другом месте и в другом времени. Так вот, обстоятельства, в которых моя мама была там, в иной жизни оказались очень необычными и странными. Когда-нибудь я наберусь смелости и расскажу вам всю правду. Так вот, моя мама там была маленькой девочкой, лет десяти. У нее спросил врач, есть ли там кто-то, кто сейчас с тобой в твоей нынешней жизни. И она сказала, есть, и назвала мое имя. Потом у нее уточнили, а как ее там зовут. И она произносит ИРРА, как будто это имя произносится с двумя буквами Р. Р. Услышав это, находясь там, я побелел, и все стало на свои места. Дело в том, что это было мое первое слово в жизни. Едва научившись ходить, я зашел на кухню, взглянул на душу, с которой имел уже дело, и очень четко произнес ИРА. Для меня вопрос вечности души не стоит вообще. Для меня этот вопрос решен. Как и тот, что мы имеем некие задачи и кармические отношения с определенными сознаниями или душами, мы проходим с ними не одно, а быть может, много жизни. В этой необыкновенной, сложной, неизведанной вселенной среди всех возможных данных и рассказов ваш субъективный опыт будет решающим. Готов пройти детектор лжи, что все это правда. Именно поэтому моя история будет на первом месте в списке самых убедительных доказательств существования жизни после смерти. И, конечно же, жизни до рождения. Всем тем, кто ждал Пашку и опять его не увидел, а передаю от него привет и говорю вам ни в коем случае не волнуйтесь. Но он скоро вернется, передает вам привет, говорит, что я все равно рептилоидная морда и что он вас очень любит и по вам скучает. Уважаемый зритель, спасибо, что досмотрел этот ролик до конца. Хочу, чтобы ты знал, ты и есть настоящее сопротивление злу и обману. Спасибо, что подписались, поставили лайки и оставили комментарий под этим видео. Всего хорошего и помните, друзья, грядут перемены. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова